Ремонт избирательной системы Добрый день. Пост глав регионов до 5%. Отмена досрочного голосования, голосование по открепительным талонам. Введение персональной ответственности председателя местных избиркомов. Выборы местных избиркомов председателя по предложению региональных комиссий. Где-то там еще была такая интересная мера. 50% подписей собирать через госуслуги. Вот посмотрев на эти инициативы, мне сразу вспомнился Жванецкий. Помните, трудно менять, ничего не меняя, но мы будем. Вот как вам эти меры? На мой взгляд, это просто, чтобы в очередной раз нам всем участникам избирательного процесса задурить мозги. Что сделаны какие-то выводы, предлагаются какие-то конструктивные предложения. Дмитрий, ну давайте исходить из того, что действующая власть, а к сожалению избирательная комиссия всех уровней, начиная от участковой и заканчивая центральной избирательной комиссией, они как бы с одной стороны вроде бы независимы, с другой стороны они встроены в систему власти. Их задача сохранения действующей власти. Могут меня целиться. Помните, сколько было возмущений, в том числе справедливых со стороны нашей фракции, по поводу избирательной комиссии, которую возглавлял господин Чуров. Но, к сожалению, чудачество нынешней центральной избирательной комиссии, которые проявились особенно ярко на выборах президента Российской Федерации, когда отдельные чиновники Центра избиркома стали контрпропагандистами против кандидата Грудинина, и потом активно использовали все возможности и невозможности по недопущению в Государственную Думу, она во многом себя дискредитировала. Как и дискредитировала вся избирательная система. Конечно, можно менять и нужно менять. И мы, кстати, и наша фракция, Геннадий Андреевич Зюганов, и на встрече с президентом, говорил о том, что действительно нужен ремонт избирательной системы. Но менять не просто конкретные отдельные законы, систему, а надо в целом менять вообще структуру работы избирательных комиссий. Нужно, мне кажется, менять вообще менталитет участников избирательного процесса. Ведь я не хочу, и я совершенно не согласен с точки зрения, что все члены избирательных комиссий, а их 100 тысяч по всей стране, все люди, которые заточены на достижении нужного результата. Я много в регионах встречал порядочных людей, которым говорили, переписывайте протоколы, изменяйте результат. Они говорят, увольняйте, а мы не будем приступать к закону. У нас есть нормы морали и нравственности. Таких людей много. И я рад, что таких людей становится все больше и больше, так как меняется общество в целом. Сколько людей отказалось сейчас идти в избирательные комиссии работать, потому что они понимали, какие им задачи будут ставить. Поэтому Элла Александровна, мне кажется, и всей вот этой машине избирательной комиссии надо поменять менталитет и начать с себя, начать с своих первых заместителей, начать с тех членов комиссии, с которыми они работают. А дальше с точки зрения конкретных изменений. Мы о них тоже можем поговорить. Но вы понимаете, можно уменьшить муниципальный фильтр с 7 до 5 процентов. Но это заградительный фильтр. Потому что они многое делают для того, чтобы отсекать через этот фильтр сильных кандидатов. Мархаев. Известный человек в Бурятии. Действительно, вот сейчас на мэрских выборах, даже несмотря на большое количество нарушений, которые зафиксировали наши наблюдатели, в городе Улан-Удэ набрал более 35 процентов. Но его в свое время не допустили до участия в избирательной гонке через муниципальный фильтр. Хотя он был фаворитом. Фаворитом, конечно. Или в Калмыкии. Мы прошли этот пресловутый муниципальный фильтр, но они зацепили за одну подпись депутата, который был депутатом, но на тот момент еще его полномочия не были признаны. То есть все это искусственно, это все работает стратегически на делегитимизацию избирательного процесса. Кому нужны были такие выборы в Москве, которые проводил господин Горбунов и Московская избирательная комиссия? Да никому они в стране не нужны. Или что сделали в Санкт-Петербурге? Они упрессовали кандидатов, они устроили в течение недели переписывание протоколов на муниципальных выборах и полностью делегитизировали избирательный процесс. А это Москва и Санкт-Петербург. Поэтому законодательство надо менять, но самое главное, надо менять мышление людей. Можно зацепиться за власть сейчас, но потом последствия будут самыми непредсказуемыми. Георгий Владимирович, у меня такое ощущение, если говорить в таких уважительных терминах, что вся нынешняя система избирательного законодательства предназначена для обеспечения стабильности. То есть попросту, что бы ни происходило, какие бы реформы ни принимались, все равно у власти должна остаться та же группировка. Но, на мой взгляд, уже даже и эта задача перестала выполняться. Может быть, власти понимают действительно, что если что-то не поменять, то система просто пойдет в разнос? Ну, я бы сказал так, что власть, она разная. Есть региональная власть, есть федеральная власть. И в данном случае вот эти вот, естественно, панфиловские инициативы, это такой сигнал федеральной власти, что ситуация горит. Что на регионах вот эти вот беззакония, вот эта вот история с феодальными взаимоотношениями и формулировкой выборов под какого-то конкретного кандидата или под какую-то конкретную группировку, она может просто вызвать довольно-таки серьезный социальный взрыв. Это первое. Второе. Может ударить по федеральному центру. То есть, вот всем понятно, что уже даже многие начали говорить, что Чуров лучше, чем панфиловы. Да, да. Верните, что это хоть был добрый, да, а это такая прям другая-другая. Так вот, в данном случае, естественно, федеральная власть, мне кажется, это понимает, и она понимает, что вот эти вот протесты, которые были, вот этот вот недопуск кандидатов от КПРФ, которые были, вот эта вот ситуация с губернаторами, которые год назад тоже как фактически зачистили там Приморье и так далее, это может привести к непредсказуемым последствиям, которые канализируются наверх. И в данном случае они будут делать вот эти вот так называемые реформы на опережение. Но я бы хотел бы обратить внимание вот на какой вопрос. То, что сейчас сделал некий пакет реформ, которые Панфилова озвучил, и вроде бы, так скажем, это наши уши греет, что там что-то понижение фильтра, возможно, его вообще не будет и так далее. Я бы еще задумался над тем, что в декабре месяце или в октябре, или в ноябре вместе с этим сладким пакетом придут какие-то такие изменения, которые, наоборот, ухудшат избирательную систему, или которые смогут подформировать какую-то такую новую историю на выборах в Госдуму, которая ухудшит ситуацию, например, КПРФ или другие партии, которые могут у «Единой России» отобрать. Вот это самая главная власть, ой, самый главный вопрос, который нужно сейчас обсуждать. Евгений Юрьевич, а вообще, вот на мой взгляд, я, конечно, не притянуй на истину в последней инстанции, если мы не уйдем от этого единого дня голосования к нормальному дню, все остальные изменения не имеют никакого значения. Вот обратите внимание, когда нужна была явка выбора президента, выборы проводились в нормальную дату, в марте. Может быть, надо с этого начинать? Если выборы летом, никто на них не придет и ходить не будет. Если их перенести на декабрь и на март, тогда власти покажут действительно добрую волю, что они хотели бы видеть реальных избирателей на выборах. Я не согласен с этим. Дело в том, что дело не в дате, а дело в содержании выборов. Но в сентябре никто не придет и не будет. Если будут настоящие выборы, и люди будут уверены в том, что эти выборы будут честные, и голос будет учтен, то они придут хоть в середине июля. У вас нет огорода, наверное? Нет, у меня нет огорода, но я просто... Это метафора, но это метафора знаковая. Значит, насчет Панфиловой. Ну, достаточно вспомнить биографию этой мадам, которая ни дня не трудилась на производстве, начинала работу в профсоюзных структурах, и оттуда ее, благодаря усилиям Михаила Сергеевича, быстренько подняли на вершины политической власти. И она вместе со всей этой гайдаровской шоблой, ельцинской гайдаровской шоблой, принимала самое активное участие в развале Советского Союза. Вот от этого и надо танцевать. Представлять дело, что это мадам, некая демократка, некий эталон, так сказать, совести нации, чистоты, прозрачности и так далее, и так далее. Рассказывает нам сказки про нападение на ее беззащитный дом и все такое прочее. А потом устраивает вокруг этого флешмобы и, значит, будораживает соцсети. Причем понятно, что прямо перед самыми выборами, чтобы люди прониклись, мать честная. Про земнеистителя вот тут было сказано. Я видел в прямом эфире заседание этой Центральной избирательной комиссии, где ее первый зам, где этот фраер из партии Миронова, Левчев или какого? Левич. Левич. Левчев устроили такую казуистику юридическую. Причем ведь знают прекрасно, что они нарушают закон. Просто вот конкретно прописанную статью закона влезли не в свою компетенцию и сферу деятельности, они влезли, собственно говоря, в компетенцию самой Государственной Думы и ее мандатной комиссии, которая должна разбираться с имуществом депутата и с тем, представил он правильно или неправильно. Вы должны были исполнить норму закона, предписанную вам, утвердить того кандидата на освободившееся место, которое представила соответствующая партия. И вот когда подобного рода вещи делаются, то сразу возникает ленинское определение правовой системы государства, что это воля господствующего класса, возведенная в закон. Это касается и всей выборной системы. Поэтому здесь ремонт никакой не поможет, понимаете? А только усугубит эту всю ситуацию. А то, что сейчас предлагает мадам Панфилова, это вот правильно абсолютно, я считаю, что это вот, знаете, когда горит дом, не знает, с какого края его тушить. Вот. То, что касается муниципальных выборов, слушайте, это безобразие полнейшее. Это нарушение не просто нашей Конституции, это нарушение базовых учрежденных организаций Объединенных Наций всех этих деклараций о политических правах человека, ну и так далее, и так далее. Какой фильтр у меня, мне дано право быть избранным, и даже, условно говоря, если бы я был бы судим? Где это в законе написано, что человек, который отбыл наказание, значит, и не имеет права, например, избирать или быть избранным? Понимаете? А уж тем более это касается людей, которые вообще чисты перед законом. Какой это федеральный фильтр, так сказать. И причем самое-то интересное, что кто дал право муниципальным депутатам определять, кто будет баллотироваться в региональные парламенты или на местах глав региональных субъектов, или, например, вообще на федеральном уровне. Это что такое? Я подытоживая тому, что я сказал, хочу сказать, что у нас на самом деле под видом правовой системы, в том числе избирательной системы, создана стопроцентно антиправовая система, которая рядится в тогу правовой системы. И это как раз чревато крушением государства. Вот если этого не понимают, ну тогда пиши пропало. Алексей Валентинович, вот я как раз хотел бы все равно процитировать Эллу Александровну Панфилову по поводу выборов в Санкт-Петербурге, ну, в Ленинграде, как мы его называли, называем и будем называть. Вот она сказала, что это электорально-муниципальный бандитизм. И вот даже все кричат самоуправление и самоуправление, а получилось, что все под себя забрали, извините, братки. И это не только в Санкт-Петербурге такая ситуация. Вообще-то эта ситуация, ну, ей, наверное, лет 20 точно, если не 30. Почему вдруг только сейчас она это заметила? Может быть, просто как-то осознают глубину проблемы? Или, может быть, выборы все равно, даже такие выборы стали давать сбои? Ну, я вот для начала скажу о себе, что я не только социальный психолог, когда вы представляли, я еще и политтехнолог со стажем примерно на 20 лет. Поэтому, я, так сказать, я представляю себе эти проблемы. И что мы вообще про эти выборы? На самом деле, ведь эти выборы власти воспринимали как свой последний бой во многом. Они кажутся на вид такими, как бы, спокойными и вроде как почти спокойно прошли, если не считать Москву. Но, на самом деле, тут надо понимать, что после преснопамятных выборов прошлого года, когда аж в четырех регионах, так сказать, полетели ставленники Единой России, и даже кое-где пришлось устраивать третий тур, то, естественно, на самом деле, вся вот эта вот выстроенная вертикаль, так сказать, именно избирательной власти, у нас же еще и вертикаль избирательной власти, помимо всех прочих, она воспринимала эти выборы на самом деле как просто, можно сказать, свой Сталинград, на самом деле. Потому что они видели, что, когда система сыплется, видели, что народ крайне негативно настроен по отношению вообще, как все, к любым представителям власти, особенно к Единой России. И они понимали, что в такой ситуации, если, так сказать, еще чуток, так сказать, ослабить вожжи, то, возможно, система пойдет в разнос. И поэтому я бы сказал, что на этих выборах как раз на самом деле они применили все свои закладки, бомбочки и, так сказать, хитрые загогулины, которые вот на протяжении многих, даже последних десятилетий вставлялись и полностью извращались в само вот это вот законодательство избирательное, они их задействовали по полной. То есть, внешне все прошло как бы гладко, но на самом деле, так сказать, если посмотреть внутрь, то там случился полный беспредел и, главное, полное использование того, что они могли сделать. Вот пример, то этот самый муниципальный фильтр, он же на самом деле вообще дикий со всех точек зрения. И в частности в том, например, что почему-то только на выборах губернаторов, только на уровне выборов губернаторов, больше нигде лишены своей привилегии парламентские партии. То есть, как вы знаете, парламентские партии везде, на всех уровнях, на муниципальных, на выборах мэров и так далее, они могут выдвигать своего гляда без подписей. И только на уровне почему-то губернаторов эта льгота была забрана. Причем я не знаю, где аналоги мировой системе. Это вообще нет. И почему такое исключение? Понятно почему. Потому что они на самом деле боялись, что даже эти вроде как лояльные партии на самом деле в какой-то момент окажутся тоже враждебными. И проложились еще тогда, в 11-м году, когда они придумывали этот самый муниципальный фильтр. И вот на самом деле эта бомба, заложенная в 11-м году, она взорвалась уже соответственно в нашем, в 19-м. Потому что мы знаем, что были недопущены кандидаты парламентских партий. Их не пропустили через парламентский фильтр. По-моему, двоих от коммунистов и двоих от ЛДПР не допустили. Три КПРФ. Да, три КПРФ и два от ЛДПР. И вот получается, что за счет всего этого своего арсенала, как правильно сказать, крючкотворства, заложенного в законы, они сработали. И сейчас вопрос на самом деле какой. Вот мы с вами говорим про ремонт избирательной системы. Но вопрос-то ведь в чем? Вопрос в том, что для кого ремонт? С точки зрения властей, на самом деле, нынешняя система избирательная, она как раз идеальна. Но я бы не сказал. И она сейчас показала свою пригодность и эффективность. То есть отсекли практически всех. Смотрите, Москву то же самое. Практически вообще никого не допустили на выборы в Мосгордуму. Как это? Из тех, кто это самое. Только удалось такое коммунистов допустить. И вы спрашиваете, а что еще будет сделано? Уже ведь сказали, что будет сделано. Уже предложил кто-то, Метельский, по-моему, предложил, глава Единой России по Москве, что надо на самом деле вот эту вот привилегию правиламских партий отобрать и на других уровнях. Пусть все собирают подписи. Но Метельского теперь понять можно, кстати. Да, да. Пусть собирают подписи все. То есть на самом деле, если они и будут править систему избирательную, они будут править ее на самом деле в сторону ухудшения. И будут это оправдывать тем, что это как бы демократия. То есть пусть и коммунисты собирают подписи, а мы их точно так же по подписям тоже не будем регистрировать. И сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент эксклюзивного интервью председателя ЦК КПРО Геннадия Андреевича Зюганова нашему каналу, который он дал непосредственно после встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В нем как раз речь идет о предложениях по ремонту избирательной системы. Я сказал в самом начале беседы, что политическая система должна гарантировать стабильность. Стабильность сегодня в стране держится на авторитете во многом президента и ситуации в Москве и Ленинграде, Питере. Если здесь расшатают, то дальше посыпется все. Мы дорожим стабильностью. И все будем делать, чтобы не было российского Майдана, не было лихих 90-х. А сейчас либеральный реванш набирает обороты. Вот эта свора, которая с Ельцином рвала страну на честь, она сейчас сидит во всех кабинетах, включая и Кремль. Поэтому мы не можем отдать страну на растерзание очередным мерзавцам и ворам, и жуликам. И сказал, что лучший способ решить проблему – это на честных выборах. Граждане сейчас недовольны этим курсом. Недовольны этой политикой. Что сегодня, шестой год подряд, граждане теряют доходы, олигарх их жреет и процветает. Это усиливает раскол общества. Это вносит подозрительность. Это не дает возможности граждан достойно работать. Молодая семья не может прокормить своих детей. Работающий человек не может обеспечить себя всем необходимым. В богатейшей стране полстраны уже нищих. Мы не можем согласиться с этим. И сказал, что поворот идет влево. На прошедших выборах мы удвоили, утроили результаты. Что у нас хороший результат и в Москве. Москва нас активно поддержала, благодарю. В Ленинграде, Ленинградской области на местных выборах. Что мы очень успешно, энергично выступили на выборах. Кто же Мариэл? И по парламенту, и по местным. И для нас принципиально важно, чтобы выборы были честные. Но, к сожалению, ПАКО пока не предвидится. Наших сняли трех сильных кандидатов на выбор губернатора. Так называемый порох не прошли. Это в Вологодской области, в Калмыкии и за Байкальском крае. Это ненормально. На президента можем выдвинуть. А на губернатора не можем. Это недопустимо. Мы вносили три лидера, кроме Единой России, ему предложение упразднить этот порох. Договорились, что мы в ближайшее время подготовим все лидеры Думы. И встретимся у президента, обсудим эту ситуацию. На мой взгляд, требуется ремонт. Капитальный ремонт выборной системы. Диалог. Полноценный диалог в ходе конкретных дебатов. Обязательные условия участия в этих дебатах. Программный продукт и представление своей команды. И вы увидите, как резко все пойдет на оздоровление. А, например, даже в Москве придумали против нас так называемые фальшивы коммунистов России. Взяли перебежчиков, всяких жуликов, вориков и всех остальных. Кто-то им дал большие деньги. И они, оказывается, собрали подписи. А с другого фланга не собрали. Хотя собирали более добросовестно и затратили большие средства. Я говорю, давайте расследуем все это. Давайте поправим. И что это за политическая система, в которой участвуют в выборах 60 партий. Давайте укрупним партии. Давайте создадим условия, при которых выгодно будет объединяться в широкие блоки объединений. И идти на выборы с сильной командой, с реальной программой и с полноценными дебатами. Юрий Славович, все темы практически затронуты. Я под каждой темой готов подписаться. От либерального реванша, как эта опасность есть, до блоков. Ведь, кстати, Единая Россия тоже возникла как результат слияния нескольких партий. А вы как бы могли прокомментировать, Слава Геннадьевичу, что на ваш взгляд является наиболее важным на сегодняшний день? Ну, на самом деле, власть сейчас решает вопрос, точнее, она не решает, она думает, как решать вопрос сохранения себя во главе Российской Федерации. Идут, действительно, приближаются федеральные выборы, выборы в депутаты Государственной Думы. Понятно, что Единая Россия теряет свой авторитет. Они безвозвратно его будут терять. Вопрос от тех цифр, которые у них останутся к 2021 году. Я думаю, что они будут очень невысокие. Поэтому они думают, а как это все сохранить? Первая система – это попытаться максимально все перевести на одномандатное избирательное округа. Что, кстати, может не помочь, как показало. Вот я об этом принципиально хотел бы сказать. Кстати, накануне выборов многие провластные политологи говорили, что система изменения 75 на 25 в пользу одномандатников или даже полный отказ от партийного списка на Госдуме – это уже такой вероятный сценарий. Но выборы в Москве, где отменили в свое время партийные списки, и выборы в тех регионах, где они сделали систему 75 на 25, показали, что их попытка через одномандатников сделать большинство провалилась. В Хабаровске – с полным треском. В Москве там нет депутатов от Единой России, все самые медвеженцы. В республике Мариэл мы серьезно укрепили свои позиции. Во всех регионах, где они поменяли 75 на 25, они серьезно ухудшили свои результаты. Как бы не было обратно. И если сравнить с системой 50 на 50, даже хуже, чем так было. Народ чувствует фальшь. То есть один вариант – он провалился. Второй вариант – надо как-то скрыть вот эту вот единороссовскую партию, которая действительно вместе с правительством, действующей властью, нанесла серьезный ущерб нашему государству, нашему народу. Поэтому второй вариант – это возможное создание блока. Мы не исключаем, что в 2021 году не будет партии Единой России как участника избирательного процесса. Будет какой-нибудь блок за Россию, антимайданная какие-то силы, туда сольют вот эту всю провластную историю, добавят фракцию как перчик в лице господина Жириновского, который будет поддерживать все, что надо. То есть вот эти вот технологии… Но ведь это и для нас может быть полезно, Геннадий Андреевич, правильно говорю? Слушайте, мы тоже считаем, что вопрос блоков, он возможен. КПРФ на выборы идет как партия, но объединяет вокруг себя широкий фронт народно-патриотических сил. И даже те кандидаты, которые баллотировались в разных регионах, они, может быть, по взглядам где-то отличаются с тот же Платошкина или с другого фланга Максим Шевченко. Кто-то жестко выступает с государственных позиций, а кто-то говорит о необходимости все-таки либерализации, в том числе и избирательного законодательства. Разные точки зрения. Но это люди, готовые объединяться в рамках сохранения страны. Потому что все, что делает в стратегическом плане нынешняя власть, начиная от социально-экономического и заканчивая политическим путем, это тупик, это разрушение. Они не видят вообще вот впереди, что происходит. Они решают ситуативно вопросы, вот сейчас не допустить оппозиционеров. Но что они делают? Ведь вы понимаете, какая есть проблема? Есть несистемная оппозиция, которая поддерживается Западом, которая выходит на несанкционированные акции. А есть парламентская оппозиция, которая парламентским путем претендует на приход к власти в стране. А власть говорит, нет, вы никто не придете, мы буржуазная власть, которая не отдаст эту власть. А дальше, даже несмотря на то, что приходится играть по их условиям в рамках их буржуазного законодательства, мы побеждаем на выборах. И они начинают закручивать. Левченко, Коновалова, мэров коммунистов и так далее. Говорят, ребят, даже наши крапленые карты, игра по нашим правилам, когда вы побеждаете, она тоже не устраивает. Поэтому они сами радикализуют и парламентскую оппозицию, и вот этот симбиоз разных сил может привести действительно к тем последствиям, которые непредсказуемы. То есть нет такого стратегического планирования. Поэтому, конечно, с точки зрения изменения избирательного законодательства, вот эти вот припоны, какие-то иголочки вставленные и так далее, все это надо максимально убирать и делать процесс совершенно прозрачным. Сделает нынешняя российская власть это? Нет. Это совершенно очевидно. Потому что в условиях падения авторитета задача только силовым путем сохранить те властные позиции, которые есть. Ну и силовый путь уже не работает. Да, есть генералитет, который имеет много миллионные, миллиардные состояния. И последние скандалы они показывают. Ну вот мы как раз события 3-4 октября, расстрел Верховного Совета. Давайте вспомним, а где эти все генералы, которые предали Конституцию, советский народ и армию, и ту присягу, которую давали. На самом деле судьба-то у них большинства сложилась очень печально. Да, да, это точно. Они не получили юридического возмездия, но они на самом деле многие очень печально закончили свою жизнь, потому что предали родину, народ и присягу. Вот надеюсь, что и понимаем, что вот это вот вакханалие, которое происходит, когда пытаются дубинками решить вопрос о власти, это вакханалие долго продолжаться не может. Георгий Владимирович, но вот тем не менее, у меня такое ощущение, что власть и Владимиру Владимировичу Путину не откажешь в умении лавировать. Посмотрите, предложения Еллы Александровны Панфиловой, они появились прямо после того, как Геннадий Андреевич встречался с Владимиром Владимировичем, предложил ему свой пакет. Нет ли здесь какого-то стремления действительно как-то разрешить ситуацию и в то же время перехватить у коммунистов вот такой флаг реформаторства? Нет, ну естественно, власть она вообще очень технологична, Путин технологичный человек, уже в течение 20 лет так умело манипулировать общественным сознанием, ну как бы его система пропаганды, система государственных, так скажем, СМИ, которые очень активно делают. И они действительно все вот эти вот какие-то позывы, они все собирают, и потом, если они видят, что нужно перехватывать инициативу, они это делают. Так, кстати, было и с инициативой по пенсионной реформе, по поводу вот этого так называемого референдума, который раз, быстро перехватывают и все, и губят. И в данном случае, в данном случае они понимают, что если это неизбежно, то лучше мы будем это делать, чем отдавать там это коммунистам или еще кому-либо. И в данном случае, согласен абсолютно, они технологичны. Но ведь одной же имитацией не обойдешься, надо реально что-то менять или не надо? Нет, ну в данном случае вот эти вот все, которые они делают, вот заметьте еще один маленький момент. Все вот эти вот реформы, которые они делают, вот там же еще есть такое, понимаете, как так называемое электронное голосование. То есть под всеми вот этими позитивными моментами, еще раз говорю, они проводят вот это электронное голосование, которое проконтролирует невозможно, это раз. И от которого отказались везде в мире. Да, абсолютно. Ну не везде, там в Эстонии, там у них есть электронное голосование. Ну это такие же, как мы. Есть. Но тем не менее, но тем не менее, но тем не менее, но тем не менее, ну на президентских тоже существует, но тем не менее, ситуация такая, что они пытаются действительно сохранить власти. Действительно, у них одна из самых главных задач, это сохранить монополию и большинство, лучше конституционное в следующем созыве, именно Единой России. Но теперь уже происходят события лавинообразные. То есть понятно всем, даже простым людям обычным, что вот эта партия, она настолько всех достала, что у всех одно желание только сбросить эту Единую Россию куда подальше, на, как сказать, на задворке истории. И в этом отношении тут как раз и КПРФ, в данном случае, как она, ну, учитывая то, что произошло после президентских выборов, это повышение пенсионного возраста, это налоги, это всякие антисоциальные моменты, они, КПРФ сейчас может быть действительно лидером, особенно серьезным представителем в парламентской, в парламенте, в Государственной Думе. И понятно, что они все это делают для того, чтобы на следующих выборах Госдуму попытаться вот этот сценарий 25-75 сделать, для того, чтобы, если вдруг они административно провалятся на списках, попытаться одномандатников. Но тут проблема в другом, тут мы играем в разный футбол, то есть Зюганов говорит о том, что нужно, так скажем, дебаты, что нужно там определенная конкуренция идей и так далее, все правильно. А они играют в другой футбол, они играют в мобилизационный, то есть это электоральные выборы, когда ты идешь к человеку, убеждаешь его, человек сам решает, кому, как бы сказать, отдать свой голос. А власти, они играют в совершенно иное, они знают, какое количество им нужно условно на каждый избирательный участок привезти, они знают, какую явку нужно для того, чтобы где-то засушить, где-то наоборот повысить, если их возможности есть. И дальше они просто мобилизуют людей, то есть они в мобилизационный сценарий. Поэтому для них вот эти вот всякие дебаты, вот это все, это вот для них чуждое, они не пойдут на это никогда. Еще что-нибудь наговорят лишнего, но вообще, как показал опыт именно московских выборов, эта система... Но это тоже ломается, потому что, вы правильно сказали, вот эти вот самые избирательные комиссии, это что, с луны люди, что ли, они тоже коснулись пенсионной реформы, они тоже, и они в этом отношении не будут, надеюсь, на следующих выборов в Государственную Думу, не только, они не будут их союзниками. Как раз, Евгений Юрьевич, я сразу хочу сказать, никаких шапкозакидательских настроений у меня нет, никаких розовых очков нет, но тем не менее, вот у меня такое ощущение, опять же, по московским выборам, что любые реформы избирательного законодательства, они все равно будут добавлять КПРФ и голосов, и мандатов, и прочего, ну просто так объективно складывается ситуация. Вот на ваш взгляд, ну это все-таки не только я понимаю, наверное, это Единая Россия понимает и власти, насколько они готовы реально реформировать систему, зная, что им придется чем-то пожертвовать? Или они будут вот сидеть вот так твердокаменно и лучше потеряют все, чем часть? Слушайте, ну если учитывать, что во главе нашей Центральной избирательной комиссии находится госпожа Панфилова, я думаю, что... Туда кого не поставь, наверное. Ну вот об этом и речь, понимаете, я вот хотел немножко прокомментировать вот то, о чем вы сказали. Понимаете, у наиболее трезво мыслящих представителей партии власти есть очень большие опасения, что в 21-м году они конституционного большинства в Думе не получат. А раз так, у них проблема 24-я, значит им сейчас надо будет, вот сейчас, в 20-м, в 21-м, необходимые законы, которые требуют конституционного большинства, каким-то образом пропихивать. Понимаете? Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Понятно, что для власти проблема 21, то есть проблема парламентских выборов, она будет важная. Они также прекрасно понимают, что вот того, былого могущества, никакая партия власти, как ее ни назови, она уже не получит. Это, во-первых, будет связано с тем, что, я думаю, что общая экономическая и социальная ситуация будет ухудшаться. Это будет связано с тем, что к людям все больше и больше будет приходить осознание преступности самой пенсионной реформы. Сейчас пока люди еще как бы находятся в таком, знаете как, а с возрастом-то люди, которые ждут этой пенсионной реформы, как манну небесную, ой, прошу прощения, пенсионного возраста, как манну небесную, они будут ее больше и больше понимать. Так, слушай, а у меня украли ведь. Ну вот мы как раз присутствующие. Кстати, ведется разговор о том, что еще на три года повысили. Да, понимаете. Значит, дальше, потом, как там не относились бы люди к Путину, но есть естественная усталость от власти как таковой. Слушайте, он уже к тому времени пересидит там и Николая Второго, и Никиту Хрущева, и Леонида Брежнева и так далее, и так далее. И людям хочется что-то новенького, на свежачок. Понятно, что Медведев в роли новенького, он как бы не очень подходит, понимаете. Потому что президент там был, премьером сидит, и главное, толку никакого нету. Еще хуже и хуже. Поэтому для них проблема вот так называемого транзита власти, она будет тоже первоочередной. Как они будут справляться с этим? Вы думаете, реформы, значит, избирательной системы? А у них инструментов этой реформы не так много, которые реально могли бы... Эффект может быть обратный. Вот я обрежу, понимаете. И вот здесь надо обыграть противника, как говорится, на его же поле, его же инструментами. Понимаете? У нас же в 20-й год тоже будут выборы. Значит, и в 21-й год тоже будут выборы. Имеется в виду там весенние и так далее. Значит, сейчас задача вот партии оппозиционных, реальных оппозиционных партий, прежде всего, конечно, коммунистов, участвовать в этих выборах, отрабатывать механизмы основных выборов. В том числе и возможные, значит, как бы подвижки вот в том законодательстве, в котором Единая Россия еще может сделать какие-то гадости, поскольку она обладает вот этим самым коэффициционным большинством. Всей системой. Ну, конечно. Я хочу, дорогие друзья, вас познакомить с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Что является главным пороком российской избирательной системы? Муниципальный фильтр 2%, выгодная для партии власти дата единого дня голосования 3%, широкие возможности для административного произвола и фальсификации 95% и, ну, струднились ответить 0%. Алексей Викторович, вот у меня такое впечатление, что третий пункт победил с таким огромным отрывом, потому что он включает в себя все остальное. Ну, и сам по себе, конечно. Вот, понимаете, складывается впечатление, что, вот, например, КПРФ или даже в какой-то части ЛДПР, даже Справедливая Россия, это все-таки партии, а им противостоит вся единая система, в которую встроено все. Там от ЖЭКов до судов, от полиции до, собственно, единой России как таковой. Ну, я думаю, что, естественно, просто на самом деле, если мы опрашиваем широкий круг населения, то просто многие не понимают, что это такой муниципальный фильтр, что это за фильтр, когда кого-то фильтруют, про даты единого дня голосования тоже люди не особо раздумываются. Ну, что такое произвол офисификации, понимают все. А что на самом деле, что они там рисуют, что хотят, это понимают все. И поэтому, естественно, они выбирают этот вариант. Возможно, тут еще надо просто на самом деле больше разъяснять людям вот именно конкретные пороки этой системы, потому что люди, что называется, пока не врубаются. Но в целом, я хочу обратить внимание на что, вот именно с точки зрения как раз политических технологий. Ведь в чем, на самом деле, я думаю, если мы поставим себе на место Кремля в этой ситуации, в чем, на самом деле, Кремль убедился за прошедшие, можно сказать, два года, вот кампании предыдущего года и вот этого. Мне кажется, что основной вывод, который они, там есть умные люди, они могли бы сделать, заключается в том, что они поняли одну очень важную вещь, что на самом деле у них не осталось возможностей чисто креативных, чисто таких содержательных возможностей переламывать общественное настроение. То есть, даже если, вот самый яркий пример был Приморье, там третий тур, три месяца на все, нагнали туда порядка полутора тысяч, реальная цифра, полутора тысяч пиарщиков со всей страны, заплатили им бешеные шеи на деньги, они обсидели там практически все, все реально населенные пункты, в каждом был там целый десант этих пиарщиков, они забили всю, так сказать, всю повестку во всех газетах прославлением этого самого Кожемяки, они даже более того, они не допустили представителей КПРФ. Вот это, наверное, самое главное. Да, от этого тура. И они поставили такого, где-то ЛДПР, который ездил по региону и агитировал за Кожемяковым. Вот, и на этом у них было три месяца, то есть полный, полный цикл кампании. И что в итоге? В итоге все закончилось тем, что им все равно пришлось вбрасывать. То есть реально, на самом деле, там были мощные вальсификации, просто иначе бы их Кожемяковым не прошел бы с первого тура. То есть получается так, что и это работает везде, что на самом деле у действующей вот этой самой, можно сказать, даже, я бы сказал, идеологии, даже не партии, а у действующей идеологии, у действующей ОПГ, которая стоит у власти, у них и не осталось возможности переубедить население. Это означает, что они понимают все, что единственное, что у них есть в руках, это вот этот самый админресурс. И поэтому я испытываю большой скептицизм в отношении того, что они реально пойдут на какие-то уступки. Вот тут я чуть-чуть бы поспорил. На мой взгляд, очень даже у них есть возможности, только они их не будут использовать. Отмените пенсионную реформу, снести налоги, сделайте что-то для народа. Но вот это, видимо, по каким-то жестким запрежкам. Я прошу прощения, можно минутку буквально? Вспоминать ленинское учение о революционной ситуации, он же говорил, что в кризисные этапы, когда происходит вот это, верхи не могут, не за них хотят, власть может выбрать два возможных варианта действий. Реформа и контрреформа. В том числе реформа избирательного законодательства, чтобы выплеснуть пар. Если она не идет на реформу, идет на контрреформу, неизбежно вот эти количественные изменения, они перерастают в качественные. И при Александре II мы имели реформы, пусть половинчатые, при Александре III мы имели контрреформы. Но при Николае-то полыхнуло две революции, понимаете? Это закон истории, от него никуда не денешься. Как бы ты ни пытался, так сказать, увещевать и говорить о том, что вот показывать или кивать в сторону Украины. Нам же не случайно шестой год по центральным каналам крутит Украину. Это уже всех достало вот так. Конечно, это есть форма зомбирования. Ребята, вам хреново, мы понимаем. Но вы терпите, потому что если не будете терпеть, будет как у них, понимаете? Вот относительно странных, я бы даже сказал, чудных инициатив. Вот спикер Совета Федерации, говоря о низкой явке на выборах, предлагает ввести обязательное голосование, нарушителей привлекать к ответственности. Вот, Юрий Вячеславович, вы как раз были свидетелем, как депутат Государственной Думы, как в прошлом созыве, буквально выламывали руки депутатам, чтобы перенести голосование, помните, по выборам с декабря, когда была высокая явка, была бы на сентябрь. Вот они сами сделали все возможное, чтобы эту явку придушить. А теперь, вместо того, чтобы вернуть на какую-то нормальную дату выборы, когда народ сам придет на выбор в Госдуму, правильно, они предлагают какие-то странные меры, типа штрафов и прочее. Слушайте, ну, на самом деле, это же понятно все, как говорится, сотрясание воздуха. То, что уважаемая Валентина Ивановна сказала, на самом деле, власть никогда на это не пойдет. Потому что большая явка, близко к 100%, это полный провал всей правящей верхушки. А если люди еще скажут, что если не придете, мы вас оштрафуем, а их и так каждый день штрафуют, непонятно за что. Там просто будет электоральная катастрофа для них. Уже низкая не спасает. Ведь мы, на самом деле, технологично понимаем, что очень важно вести агитационно-пропагандистскую кампанию. Мы готовы идти на дебаты, идем на все дебаты. И вот эта региональная избирательная кампания показала, что в большинстве регионов, кроме коммунистов, на дебатах никого не было. Там были по часу, когда ты излагаешь. Мы типа работаем, а вы там сотрясайте. Они не работают. Но на самом деле, в чем заключается? Конечно, мы должны отстроить более технологичную систему контроля за избирательными комиссиями. Вот там, где наблюдателей по три, по четыре, в разных формах, совещательный голос и так далее, там намного сложнее вот это вот делать, переписывать и так далее. И власть во многом исходит из того, что мы где-то не дорабатываем. Вот наша задача к федеральной избирательной кампании, в том числе усиления наших региональных и местных организаций, привести к тому, чтобы мы могли максимально это контролировать. А это как? В том числе и через институт увеличения количества муниципальных депутатов, которые у нас сейчас в ходе этих выборов почти в два раза больше стало, чем было в предыдущий раз. То есть это новые люди. И вот это вот расширяем. Все перекроем, там совершенно будут манипулировать, будут жестко, будут выкидывать, как делали в Татарстане или в Республике Тыва, но совершенно другая система будет. Вторая составляющая. Мне вот моя мечта, и мы, возможно, где-то в одном из регионов постараемся это сделать, провести колоссальную максимальную работу, чтобы люди пришли на избирательные участки. Ведь посмотрите, любые победы представителей оппозиции КПРФ, будь то Левченко в Иркутской области, Коновалов, в свое время мы в Арзамасе в два раза обыграли Единую Россию, это гремело на всю страну. Везде явка 50-60%. То есть люди поверили, что можно что-то поменять. Вот эти вот широкие возможности для административного произвола и фальсификаций, вот эта вот цифра, она во многом сопоставима и коллерируется с теми людьми, которые не хотят голосовать за власть, но не верят, что можно провести честные выборы. А выход представителя КПРФ во второй тур, это значит, можно побеждать и менять. И люди приходят. Вот эта вот работа по двум направлениям для нашей партии, это обеспечение более тотального контроля и максимальные призывы, и фактически попытка добиться высокой явки, оно в корне поменяет электоральный результат, даже при манипуляциях, фальсификациях, перебивке системы данных, которые вводятся в газ выборы и так далее, и так далее. Это явные пути, мы вот говорим, что власть будет делать, а мы понимаем, что мы должны сделать. И тогда несколько систем будет меняться. За день голосования будете бороться? За день голосования, конечно, будем бороться, потому что, опять же, вот Валентин Иванович об одном говорит, а власть делает совершенно другое. Мы говорили и считаем, что, например, тот же март, тот же март действительно хорошее время для проведения голосования. Мы в свое время, кстати, выступили с инициативой. У нас в марте состоялось для России очень важное событие воссоединение Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Можно на эту дату праздничную, 16 марта, сделать. Но суть по выборам президента вы слышали. Да, выходным днем, именно в этот день, проводить выборы всех уровней. Насколько вообще можно поменять выборную систему, не поменяв, так сказать, экономический базис? Ведь если вообще в буржуазных странах выборы задуманы, как метод выпуска пара, смены какой-то там элиты и прочее, то у нас это просто перераспределение власти, собственности и финансовых потоков. Вот сверху говорят, надо проводить, допустим, честные выборы. Но на местах-то люди, они встроены уже в действующий бизнес там и прочее. Ну как они это отдадут? Если ты муниципальный депутат, у тебя совершенно другие возможности. Тем более региональные. Тут одна есть неточность, это то, что нынешний правящий класс воспринимает эти выборы не просто как перераспределение каких-нибудь там полномочий. Первое, это легализация своего курса, то есть они это делают. И второе, это, так скажем, если это более высокие выборы, референдум доверия к тому или иному крупному чиновнику. Например, путинские выборы президента, они были именно построены по такому формату. То есть вы доверяете или не доверяете? Потому что в нынешней политической системе всем понятно, что при малой явке, при довольно-таки сильной парламентской оппозиции власть у них можно забирать. Но, еще раз повторюсь, они делают все для того, чтобы ее не отдавать. И они никогда в жизни не перераспределят вот эти полномочия. Даже те субъекты, где власть забирается, они потом на этих губернаторов, причем это касается всех политических сил, ставят такие, ну, как бы сказать, черную метку и делают все для того, чтобы этих губернаторов потом, чтобы другим не повадно было. Вот вы сказали по поводу вот этого Приморья. И слушайте, Приморья это был такой прецедент, когда власть взяли фактически Кумпартия, взяла легитимными методами. Бандитский абсолютно, так скажем, регион во многом с точки зрения элиты, он всегда там, криминал имел свое серьезнейшее влияние. Можно подумать, вспомнить, кем Кожемяка был до всех вот этих вот вещей. И понятно, что там все бонзы поддержали фактически действующего губернатора на тот период времени, и они проиграли. Естественно, это могло вызвать цепную реакцию. И в данном случае они учитывают свои ошибки. И они не в этом отношении Кумпартию как раз зачистили. В результате криминал и сказал свое веское слово, и не отдал ни власть, ни собственность. Но тут надо понимать, что надо готовиться к тому, что парламентские выборы, это, конечно, они, так скажем, сейчас слабые во многом, они, может быть, ошибаются, но они сделают все для того, чтобы на парламентских выборах партия, вот эта вот партия жуликов «Единая Россия», она осталась в контрольный пакет акций за ним. Они какие-то придумывают такие нюансы, но никогда в жизни они КПРФ не пустят. Евгений Юрьевич, вот как раз в продолжении темы. Можно власти понять, потому что что предлагают коммунисты? Национализация стратегических отраслей, национализация добывающей промышленности, банковской системы. Вот насколько вообще с нынешней системой это совместимо? Насколько они могут позволить партии с такой программой укреплять свое влияние? И с другой стороны, как коммунисты, тем не менее, могут это влияние увеличивать? Нет, ну совершенно очевидно, что программа коммунистов, вот даже те пункты, которые вы сейчас перечислили, они абсолютно идут в разрез, в противоречие совсем тем, что они строили 30 лет. Понимаете? Вот даже национализация банковской системы, да вы что? Это же коренным образом перевернет все экономические отношения. Я просто напомню знаменитые ленинские тезисы, апрельские тезисы, он там, по-моему, пятым пунктом говорил, что наша основная задача не строительство социализма тотчас, а лишь национализация земли, банковской системы и установление рабочего контроля за общественным производством, общественным потреблением. Все. Понимаете? Даже вот эти малые меры, они полностью перевернут всю пирамиду нашей экономики и пирамиду власти, а значит перераспределение тех гигантских ресурсов, которые текут сейчас в карманы, но вориши очень широким ручейком. И у нас просто не будет нищих. Понимаете? Хватит на всех. Да, конечно. Ну, слушайте, мы самая богатая страна в мире по природным ресурсам. Мы больше всех гоним нефти и газа за рубеж. Мы входим в тройку стран, которые гонят за рубеж. Лес, металл, руду, уголь и так далее, и так далее. Мы собираем, пускай это зерно, я сейчас не буду говорить о качестве зерна, но мы собираем больше там 120 миллионов тонн, и опять-таки треть почти всего этого зернового клина идет за рубеж. То, что получше. Ну, конечно, и наполняет карманы этих самых, ну, вориши и так далее. И нам будут потом рассказывать, что вот провели какие-то расчеты, ничего не получается, поэтому повышаем пенсионный возраст. Вот достаточно сделать всего две вещи. Вот коммунисты давно ведь выступают, за что? Давайте национализируем, я прошу прощения, даже не говорим про стратегические отрасли. Табачную отрасль, виноводочную отрасль, чего там еще. Не просить прощения. Да. Понимаете, вот уже идет наполнение бюджета миллиардами и триллионами, понимаете? Но ничего это не делается, потому что объективно власть отражает интересы крупного капитала, которые рядятся под общенациональные интересы. И точно таким же образом проводится не только внутренняя, но и внешняя политика. Алексей Валентинович, вот на ваш взгляд, так вкратце совершенно, насколько возможно власти продолжать прежнюю политику, в том числе на выборах, не идя ни на какие компромиссы с левыми силами, которые по сути выражают народные интересы, народные чаяния? Ну, на самом деле, конечно, это сейчас получается рискованная очень политика, потому что все-таки люди... Менять ничего не меняют. Да, люди крайне недовольны. И вот, знаете, есть такая старая была пословица еще в 90-е годы, что то, что в Москве сегодня, то по всей России через два года. То есть, я думаю, что этот закон продолжает действовать. И вот то, что мы видели в Москве в этом году, вот эти все митинги, там эти вот летучие, там эти молодежные, так сказать, герпировки переходят с места на место. Это то, что полиция сбивается, не знает там, куда ей бежать. Это, на самом деле, вполне может начаться и не только в столице. И поэтому, естественно, на самом деле этого опасаются. Поэтому я знаю, что есть вторая версия, как бы такая, значит, что можно сделать, это запустить что-то типа Перестройки 2. То есть, сделать полную либерализацию, запустить всех и, в частности, таким же образом бороться и с КПРФ. То есть, за счет того, чтобы вывалить огромное количество спойлеров, огромное количество мелких там партий и претендентов, чтобы они тоже боролись, чтобы они размывали повестку. То есть, это не конкуренция, а это именно спойлеры. Да, да, да. Конкуренция не приветствует. Что же можно сделать? Сделать мутную воду. Причем они отработали все это. Мутную воду и из нее уже вылавливать, так сказать, рыбку. Но они этого боятся. Они боятся, что все равно, как бы то ни было, что, так сказать, можно размыть голоса. Вот это тоже известное правило, патологическое. Можно попробовать размыть голоса за своих противников, но при этом все равно, как ты их не размываешь, они, главное, к тебе-то не переходят. К тому же могут размыться голоса совсем другие. Да, да, да. И не получается, что они отработают. Вот последний, наверное, вопрос этой программы. Мы помним, что в 90-е годы у Компартии был красный пояс, было, ну не было большинства в парламенте, но было что-то близко к этому. После этого выборы превратились, на мой взгляд, в технологию по выбиванию из народа нужного результата. Поэтому, естественно, именно поэтому, я считаю, показатели коммунистов снизились. А вот сейчас КПРФ готова к борьбе с вот этой технологической системой? Есть ли у нее свои технологии? Ну, сейчас вот наши замеры, которые проходят, они показывают, при разных обстоятельствах, часто взаимоисключающих, готовы голосовать за КПРФ и широкий фронт народно-патриотических сил. Он действительно достигает уровня 96-го года, за 50. То есть, у населения есть запрос. С другой стороны, КПРФ, на самом деле, оно вот в хорошем смысле, не в плохом разрушении Советского Союза, когда был термин «правозащитники», а в хорошем становится правозащитной партией, защищающей интересы людей. Мы выступаем за реальную свободу слова, свободу средств массовой информации, за демократические выборы. И почему за нас голосует много людей, которые по идеологическим обстоятельствам не относятся к нашим сторонникам, но понимают, что нет другой силы. Поэтому вопрос, о чем говорит Геннадий Андреевич. Или мы создаем правительство народного доверия, проводим нормальный выбор, даем возможность эффективным губернаторам, вне зависимости от их политических взглядов, эффективно работать в регионах, убираем вот этот вот жесточайший административный пресс. Истана видоизменяется, а она может изменяться не только политически, она в первую очередь социально-экономически должна изменяться. Или происходит коллапс действительно с трагическими для нашей страны последствиями. Мы же здесь не разрушители. Мы, в отличие от этих новых олигархов, будем жить в нашей стране, что бы ни происходило, защищать свою страну. А они живут где-то какими-то иллюзиями. А иллюзии у них фактически являются иллюзиями, потому что с их миллиардами, сотнями миллиардов они никому не нужны. И на Западе эти миллиарды у них будут отобраны, их дети долго там не проживут и так далее. Вот нынешняя реальность. Поэтому или всей страной проводим выборы и развиваем страну, или идем к коллапсу. Но мы готовы взять на себя ответственность, как в далеком 17-м, и сохранить страну. В любом случае, мы теперь видим, что есть и реальная альтернатива, и реальная точка кристаллизации всех здоровых сил. Это КПРФ. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин